Простите, меня просто очень сильно бомбануло. Ребята, что вы хотите доказать и чем вы хотите доказать? То, что вы приходите, включаете гимн России, вы ничем это не докажете. Это очень некрасиво, вы показываете свою дурость. Судя по вашему комментарию, вы не хотите свою, не хотите Путина? Я просто не за Украину и не за Россию. Это очень глупо поступать, я не люблю смерть людей. Ну, подождите, если бы, например, был, грубо говоря, 13-й год до аннексии Крыма, то можно сказать, я не за ту, потому что живу, у меня хорошие страны. Сейчас идет вопрос, кто прав в этой войне. Вот в этой войне есть защитники Родины, есть оккупанты. Вы можете сказать, что в этой ситуации Россия оккупирует часть земли Украины. Украина защищает свои земли. Вы можете быть за Россию, но против ВСО, допустим. Вы можете быть за Россию, но против Путина. Как вам такая ситуация? Я за Россию, но против именно войны. Потому что я, ну, как бы, Украина... Это логично, что против войны. Это, как бы, слава Богу, что вы это понимаете. Но вы понимаете, кто защищается? Вот, когда Россия напала на Чечню, Чечня молодец, Россия плохо. когда россии напала на молдова молодого молодец россия плохо когда россии напала на грузию грузия молодец правильно вот куда люди в россии приходит начиная то что та страна будет молодец не важно как называется стала правильно сейчас на в украине 10 год люди уже как бы выросли и они у женщины как бы уже по втором околени скоро будет понимаете что война длится так долго понимаете еще я говорю вы просто сделайте вывод кто защищается кто нападает и потом кто это делает скажите даже не зеленский дело зеленского уже не было в четырнадцатом году у вас стоит путин который как бы это начал 10 назад до сих пор закончить не может понимаете не уйти не уйти с поста не может не перестали воевать не может понимать он воюет в разных странах вашими мальчиками поэтому как бы то чтобы быть что против войны этого правильно этого недостаточно сказать можно сказать россия ведет оккупационные войны нашими мужчинами которые попадают на удочку благодаря тому что зарплаты маленькие только что девочка была говорит мы пошли мой парень пошел за высокую зарплату да я это слышала но также можно было пойти не на войну можно было пойти я забываю все время как это называется в сибирь уехать как это поехать и там зарабатывать ариана а у вас воюет у нас во ну там родственник какой-нибудь дядя дядя ездил по контракту но он вернулся обратно ему не понравилось вообще там могу сказать ну просто ему не понравилось он сразу уехал при первой же возможности как это организовать я просто слышал что оттуда не возвращается если если не нравится это просто нужно контракт доделать а потом вернуться то есть все что ему на командование говорила он делал а если бы он этого не делал то бы сказали если мы сказали убивать он убивал если мы сказали там не знаю взять ту точку где сидит девочка с бабушкой он взял эту точку он убил девочку бабушка поймете иначе бы он не вернулся с фон это не то место знаете как в театр пошел антракт и ты вышел из антракта правда он убил все колка кому ему было приказано убивать то есть тут у него вариантов не было если он был медбрата значит он перевязывал раненых но уже не был вибратор да куда он ездил я честно не знаю в том смысле что мне просто после этих я узнавала узнала то что мама там разговаривала тетя мне вообще после этого вообще не понравилась война потому что там своих ну как бы больше подполковники кто там со звездами бил 18-летних мальчиков если они не слушались вот просто там и мне это не понравилось и как бы своих же вот это реалии жизни да я чё я думал тоже раньше что вот свои своих не бросают свои своих не бьют свои своих вот я вот сколько видел раненого несут летит дрон бросают раненого убегает раненый потом встает тоже бежит куда-то там танками давят своих то есть танк едет он не будет обижать раненого по ним по нему поедет вот сидят люди в эти голые вот в феврале не сидели голые в яме потому что они ослушались командира и сверху на них можно еще испражняться можно дать воду можно не дать если ты сидишь там пять дней без воды ты можешь даже пить свою собственную мочу и никому как бы дела нет а после этого штрафной ямы тебя кидает на мясо ты идешь штраф штрафной как бы штрафную роту ну чтобы тебя больше не было то есть там виктория я вот вспомнил это было в харьковской области зимой и в декабре месяце это петропавловка или или синьков когда у тех значит на наши позиции выходили разутые раздетые они полностью голые там ну без берцов без верхней одежды нижней их пускали на наши позиции то есть те которые там каким-то там причинам они провинились а что-то там отказывались выполнять с них снимали бронежилет отбирали оружие снимали обувь и отправляли на наши позиции сказали если ты не пойдешь на тебя застрелим и он идет зимой вот этого приходила наши позиции были такие случаи которые не забравшись что к чему убивали потому что темно еще там идет наши позиции были такие случаи некоторым повезло они добрались а были до наших позиций потом уже там отводили там но они это делали а потом мы пришли к выводу именно для какой цели тела они делали такой цели чтобы и мы потом уже шли дыры дыры прощупывала где у нас слабые точки именно пускали вот таких живучек ариана скрытия или ариад дна ли арианны забыла ариад надо арианна арианна я хотела сказать а вот арианна если вы пример вы ну я прошу вы очень как бы сочувствующая девочка вы можете понять и вас это волнует вот если вы например вот были в украине да и в это время пришел ваш дядя а вы сидите в украине ваш дом в украине ваша мама в украине но ты ваш дядя и он пришел тоже как вы сказали по контракту ему это не нравится чтобы вы ему сказали дядя до сиди до конца контракта то есть ну у тебя вот есть мир там шесть месяцев и ты будешь стрелять в мой город или там в мое село до либо искать дядя пожалуйста ты же меня убьешь уйди отсюда то есть вы понимаете где кончается дядя где начинается вот ну человечность от звонка до звонка или вот в момент когда он пришел вы даже искать посмотреть его глаза сказать дядя ты же меня убьешь ты убьешь мою подружку уходи со своего прям сейчас не не до конца контракта должен уйти прям сейчас ну либо сдаться в плен то есть вы обсуждаете ситуацию глядя из своего дома даже ой какой дядя меня ну это плохо а если вы себя перенесете вот в украину в украине нет безопасных мест если бы я бы жила в украине а так как это родной дядя он бы пошел за украину скорее всего нет очень много очень много очень много случаев когда родственники на родственники это просто в начале войны это был один из самых ярких обсуждаемых дискуссий пример в белгороде живут сыновья например развод и он развелся и он украинец в белгороде и живет его семья и вот сыновьем там 20 лет они мобилизируют иду убивать отца либо наоборот это очень путин а в луганске вообще в луганце это вообще полу ган заняться там же очень много людей которые погибли убивая своих же но мы обсуждаем его чтобы вы сказали дяди вот он живет вот где вы живете а вы живете в украине и вы узнаете что вот-вот-вот с этого момента с этой точки стреляет дядя вот вы бы что сказали дядя сиди до конца потом приезжай рассказывать что в сло плохо либо сейчас уйди потому что я боюсь тебя честно я бы тогда ненавидела этого человека потому что если ты на своих идешь это очень плохо это тогда уже не родственник что я могу сказать дядя дей 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 дей